Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня начинаю новый влог. Ну, как он такой будет? Ни о чём, я бы так сказала. Это последнее, получается, видео в этом году. Хочу всех поздравить с Новым годом, с наступающим Новым годом. Возможно, вы посмотрите это видео уже после Нового года. В общем, пожелать всем здоровья, счастья, любви, мирного неба над головой, всего-всего самого наилучшего, всего того, что, возможно, вы о чём даже не могли бы подумать, что это у вас будет, я вам это всё желаю. Вот, сегодня я хочу ответить на один запрос, который у меня поступил очень давно, но я подумала, что впереди январские праздники, а на январские праздники всегда бывают скидки. Кто ждёт скидки, я жду. Я буду отслеживать, смотреть всякие разные скидки. Я сейчас пришла с улицы, поэтому я, как всегда, красная, что-то глаза красные. Вот, все сейчас, наверное, уже суетятся, что-то подготавливаются к Новому году. Я не исключение. Я буду печь Наполеон на Новый год. Ну, как не на сам Новый год, а на 31-е, 1-е. Ну, и пока его не съедят, буду печь большой Наполеон, потому что ко мне приезжает племяшка мой. Племяшке скоро будет 19 лет. Вот, и он очень любит мой Наполеон, который такой ленивый Наполеон. Ну, то есть я готовлю его из теста покупного. Какое? Слоёное тесто. Вот. В общем, буду готовить. Сейчас Наполеон пойду. Вот. Но прежде хочу ответить на запрос по поводу моих зимних ароматов. Те ароматы, которые я ношу зимой с огромным удовольствием. На самом деле, у меня ничего нового. Поэтому вот так быстренько расскажу про ароматы. Меня как-то ругали. Конечно же, здесь будут ароматы Атар Коллекшн. Мне как-то написала одна девушка на то, что ругали, что у меня какие-то... У меня тут коты со всех сторон. Вот. На то, что меня ругали. Ну, вот так вот. Типа у всех блогеров этот Атар. Ну, вы знаете, в своё время был популярен. Я помню, очень многие блогеры показывали Дольче Габбана «Императрица». Потом были... Ну, в общем, были разные марки. Мне кажется, у всех у них был когда-то свой звёздный час. Ну, видимо, у Атара тоже свой звёздный час. Но я могу сказать, что Атар Коллекшн – это ароматы прям вот зашли мне вообще все. Они все мне очень нравятся. Единственное, что последний аромат, который я заказала на рандеву, это вот этот вот Азора. Азора, да? Правильно так называется. Он всё-таки весенний. Слушайте, здесь есть такая нотка одна. То ли это ландыши, то ли это как... Нет, это не ирис. Мне кажется, вообще, мне кажется, что это ландыши. То есть он такой и кислинка есть, и цветочный, и он такой свеженький аромат. Мне кажется, это вот конец весны будет прям вот вообще зайдёт он у меня. Сейчас летом хочется, что это послаще мне. Здесь он такой с кислиночкой. Мне почему-то вот ассоциация ландышей. Я не знаю почему, но аромат, конечно, балдёжный. Мне очень понравился. Заказывала... Ну, я всё здесь... Вот всё, что я вам показываю, я всё, по-моему, заказывала на рандеву. Так что да. Там, как всегда, скидки, акции на январские праздники тоже наверняка будет что-то интересное. Для тех, кто не знаком с отарами, я всё-таки советую вот этот аромабок заказать, где есть отар... Ну, разные вот эти вот ароматы, вот отар коллекшн. Потому что всё-таки познакомиться надо. Это восточные ароматы. Они немножко такие... Ну, не то что своеобразные, но всё-таки, мне кажется, на любителям. Сейчас я из отаров использую один из них. У меня уже заканчивается, мне нужен новый. Использую три аромата. Конечно же. Кстати, когда я познакомилась с отар коллекшн, был очень популярен вот этот халтат найт. Халтат найт, значит, я его заказала вот буквально недавно. И это вот, кстати, ароматы от Атара, которыми я сейчас пользуюсь. Халтат найт, Квин ов Шеба и Хаяти. Хаяти – это, по-моему, один из первых ароматов, которые я заказала. Причём по наводке одной из моих зрительниц. Так что да. Вот, кстати, на рандеву будет промокод со скидкой дополнительный. Я обязательно вам оставлю. Все ссылочки, всё оставлю вам под этим видео. Значит, халтат найт – это вишня. Это не вишнёвое варенье, это не вишнёвые карамельки. Нет, это вишнёвый кальян. То есть это такая дымная, томная вишня. Очень классный аромат. Единственное, что для меня он всё-таки... Причём такая вишня терпкая такая, с косточкой, знаете. Понимаете, этот аромат у меня заходит именно, когда холодно. У нас в этом году зима такая... Ну, максимально было минус 10. Идоб, это был один день. У нас сейчас плюс 3. Завтра 31-го. Я сейчас снимаю сейчас 30-е число. 31-го числа у нас обещают что-то там плюс 4, 1-го тоже. Так что, да, зима у нас в этом году такая не сильно морозная. Вот, поэтому он у меня заходит именно, когда вот такой вот прям мороз, ветер на улице, прям вообще он... Да, это кальян. Это вишнёвый кальян. Я по-другому даже вообще его назвать не могу. Следующий аромат – это хаяти. Ну, хаяти – это сладкое, что-то такое сливочное. Какие-то, знаете, вот такие вот карамельки такие, помните? Такие беленькие сливочные карамельки с начинкой внутри, из какого-то джема, вот что-то подобное, вот эти вот... Вот этот хаяти, но это у меня такие ассоциации. У меня могут быть странные ассоциации под аромат, ну, а могут быть и нормальные, вот. Так что у меня ассоциации именно такие. Что-то такое сливочное, вкусненькое. Немножечко какая-то кислиночка есть. Вот как раз на такую погоду, как у нас сейчас, очень хорошо заходит. И самый мой любимый аромат, который уже вот... Ну, вот я так беру, я понимаю, что там уже, наверное, наверное, на донышке совсем. Это Queen of Sheba. Этот аромат каждый раз, ну, в разной обстановке, он раскрывается по-разному. Я его использую и весной, и осенью. Единственное, что летом. Летом он все-таки... Летом нет, он все-таки летом такой поддушивает немножко. Кто-то говорит, что это жвачка, кто-то говорит, что просто какие-то как будто аромопалочки вокруг меня. Кто-то говорит, что от меня пахнет конфетами. Кто-то с жвачкой, то есть по-разному. Кто-то говорит, что зефир. То есть, ну, в любом случае, это что-то такое съедобное, что-то такое сладенькое, но не приторно-сладкое. То, что не хочется запить. Знаете, есть такое выражение. Подходит и как утром, днем, вечером. Мне кажется, он такой очень универсальный. Я вот, он у меня уже заканчивается. Девочки, это прям беда, 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 беда. Я буду заказывать еще раз вот этот аромат Квинувшеба. Он просто... Ну, он просто божественный. В нем есть и немножечко пряности, немножечко специй каких-то, и сладостей, и конфеток, и кислиночки. Он просто волшебный. Вот этот аромат, вот этот, я очень советую. И Хаяти. То есть, если Халтат Найт, он может не всем подойти. Он даже, мне кажется, имеет какую-то алкогольную нотку. Знаете, вот такое ощущение, что вы сидите где-то в баре, где все пьют алкоголь, и вы сидите с кальяном, вишневым кальяном, да? Вот примерно вот такое вот. То есть, не то, что там... Ну, да, какая-то пьяная вишня, что ли. Как-то так. Вот. Следующий аромат, который тоже я заказывала на рандеву, и с ним я познакомилась по... Был он у меня в одном из аробом-боксов. Это, кстати, тоже у нас производство Объединенные Арабские Эмираты. Это Афнан Виолет Букет. Вот такой вот аромат. Слушайте, но он тоже клёвый. Он... Это цветочный аромат, сладкий цветочный аромат. И он такой... Он и зимой подходит. Ну, зимой не в холодное время. То есть, никогда минус 15, минус 20. Нет. Вот в такую, как сейчас, там, плюс 3. Знаете, он... Немножко пудровый, немножечко... Какой-то... Есть такая нотка восточная. У него кот мой. Левушка. Левушка тут сидит со мной. В общем, аромат очень классный. У меня заходит тоже сладковатый. Немножко пудровости в нём есть. И весной он у меня будет заходить. И сейчас зимой, и осенью я просто обливалась. Ну, видите, да? Я его уже... Ну, не так много, но всё же использовала. Следующий аромат, о котором хочу рассказать, это Касамарати Гранд Балио. Кстати, он в одно время был очень популярен. Именно вот этот аромат. И не только этот. Разные вот этой марки. Прикольный аромат. Он чем-то... Ну, мне кажется, чем-то он схож вот с этим, с Хаяти. Вот что-то у них схожее есть. Ну, это на мой взгляд. Это вообще, по мне-то, какие-то тропические фрукты. Солнышко, тепло. Вот такие вот у меня с ним ассоциации. По мне, так это реально тропические фруктики какие-то сладенькие, вкусненькие, что-то такое. Вот тоже я им пользуюсь. И осенью пользовалась. Мне очень нравится. Ну, и последний аромат. Это моя последняя покупка. Это тот аромат, которым я сейчас просто обливаюсь. И я не знаю, почему. Хотя, на мой взгляд, это не совсем зимний аромат. Но мне он очень нравится. Это зарко-парфюм, фиолетовая молекула. Кстати, вот молекулы тоже в одно время были очень популярны. Вот, причем очень популярны. Помню, их скупали все. И не только вот эти, и не только вот зарко-парфюм, а еще вот... Не помню, как бренд назывался. Но тоже вот эти вот молекулы все скупали. Ну, я, кстати, не купила так, потому что мне те молекулы пахли водой. Это черная смородина. Это вот прям сортовая черная смородина. Это что-то теплое. Я не могу сказать, что это чай. То есть, чай мне отдает. Но это что-то такое вот... Это вкусное. Вот кто ощущал на мне этот аромат, говорил, что пахнет ягодами. Ну, здесь еще есть зелень. Я прям... Я прям не могу. Он очень вкусный. Коту не нравится. Коту не нравится. Очень вкусный. Нисколько не жалею, что я его приобрела. Это вот последний мой был заказ с сайта Рандеву. Вот эти два аромата, они просто балдежные. Особенно вот этот... Реально... Я не могу сказать, что это чай. Листья черной смородины здесь есть. Ягоды черной смородины. Сладость черной смородины. Кислинка черной смородины. В общем, все, что связано с черной смородиной. Может быть, это только у меня такие ассоциации. Но аромат очень вкусный. Я им сейчас пользуюсь и дома, и на улице. Вообще везде. Видите, сколько у меня уже его ушло. Я думаю, что я его выпью весь. Можно так сказать. Вот, в общем, вот такие вот у меня ароматы зимы. Получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь ароматов, которые я сейчас пользуюсь. Я пользуюсь в основном ими. Бывает такое, что я там вспоминаю о том, что у меня где-то там затесались еще какие-то ароматы. Беру их. Но в основном это вот основная моя база. Я бы даже сказала, что основные мои это вот эти два. Клинов Шепа и фиолетовая молекула Абзарка Парафон. Вот этот вообще обалденный. Просто любите черную смородину, девочки? Советую от всей души. Оставлю вам ссылку. Оставлю вам промокод на сайт Рандеву, на который вы можете получить дополнительную скидку, как всем скидкам. Ну и, конечно же, нас впереди ждут распродажи. Обязательно, обязательно балуйте, радуйте себя. Тем более, что Новый год. И нужно тебе делать тоже приятно. Не только своим близким, но и себе. Вот. Ну а я вам сейчас хочу еще вставить несколько кадров. Я поснимала. Мы ездили 27 числа на экскурсию с пятым классом. Вы знаете, я уже говорила, что я нахожусь в родительском комитете. Вот. В общем, я устраивала для пяти классик такую новогоднюю экскурсию. Ну, мини-корпоратив, можно так выразиться. Мы ездили. Называется экскурсия «Зимушка-зима» с Санкт-Петербургом. И очень было интересно. Рассказывали о вообще создании вот этого праздника Нового года. Да, откуда он пошел, откуда пошла елка и так далее. И Санкт-Петербург имеет как раз-таки непосредственное, как сказать, участие в этом процессе. Потому что именно Петр Первый вел как раз-таки новогоднюю елку. Вот. В общем, вставлю вам небольшие кадры. Еще раз с наступающим Новым годом. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Ну, а на рандеву ссылочки я вам оставлю. Экскурсия у нас была 27-го числа. Как раз-таки в этот день приезжали все высокопоставленные лица в Санкт-Петербург. Они были в Зимнем дворце. А у нас экскурсия как раз-таки в ту сторону. Так что пробки мы собрали. Много пробок. И выезжали мы в 4 часа специально, чтобы во всей красе увидеть, ну, скажем так, новогодний Санкт-Петербург. И вообще вечерний Санкт-Петербург. Он очень красивый. Потому что включаются подсветки всяких зданий. И он такой становится немножко загадочный, волшебный. Можно так выразиться. Я снимала кадры и с автобуса в том числе. Поэтому где-то, может быть, не очень хорошее качество. Но мне искренне хотелось поделиться с вами этим, ну, не знаю, этим волшебством, наверное, Санкт-Петербурга. Потому что он очень красивый. Конечно, все города, я видела в новостях, сейчас очень красиво украшены. Каждый год украшают. Все очень красиво. Но мне кажется, что мой город Санкт-Петербург, он какой-то особенный, наверное, потому что он мой. И действительно очень красиво именно вечером гулять по Санкт-Петербургу. Я не знаю, я люблю именно вот вечером. Едешь на машине, подсветка зданий, горят какие-то огоньки. Это очень-очень здорово. Вот, сама экскурсия, конечно же, нам тоже очень понравилась. Может быть, не все мы увидели, но большую часть. В основном у нас, конечно, украшают это мосты. Очень красиво они все украшены. Они все горят огоньками различными. Конечно же, Дворцовая площадь и Невский проспект. Это основные такие, не знаю, части города, которые особенно у нас украшают. Ну, мне так кажется. Вот, возможно, я и не права. Ну и плюс, конечно же, вот эта подсветка всех зданий, она тоже такую свою атмосферу. Посмотрите, как красиво шел еще снежок. На самом деле, да, и погода тоже была такая. Это наш автобус, на котором мы ездили. В общем, красота просто. И деревья украшают, и фонари. В общем, все просто. Детям, кстати, тоже очень понравилось. Потому что в новогодние праздники, на самом деле, в центр города не так уж много людей выбирается. Особенно те, кто живут в пригороде или на окраине города. Потому что ты в один конец будешь ехать больше часа по всем пробкам и так далее. Здесь мы уже подходим к Дворцовой площади. Посмотрите, как красиво украсили деревья. Вот этот фонтан. Конечно же, тут продают всякие вкусности еще. Кофе, кто хочет перекусить и так далее. Посмотрите, какой обалденный фонтан. И он, кстати, меняет цвет еще. Вот. Ну и на Дворцовой площади. На Дворцовой площади, конечно же, своя атмосфера. Здесь всегда, мне кажется, здесь всегда много народу. Вот. И елка. Главная елка Санкт-Петербурга. Она живая. Не знаю, почему именно живую нужно. Я вот как-то... Мне жалко. Такая елка красивая. Она такая пушистая. Вот. Всякое продают, как всегда. Такие два сердечка здесь в Мариуполе, Санкт-Петербург. В общем, красота. Просто новогоднее настроение на все 100 миллионов процентов. Вот. Немножко себя тоже поснимала на фоне елочки. Вот. Все очень красивое. Ну, именно такая у нас вечерняя экскурсия. Мы вернулись, кстати, в 8 часов вечера. Вот она, главная елочка. Живая. Жалко мне ее. Вот. Красивая она, конечно. Очень красивая. Но елочку жалко. И вокруг еще вот такие маленькие. Здесь тоже, видите, какие как подсвечены мосты. Они все у нас с такой подсветкой. Очень классный. Тоже немножко себя поснимала, как всегда. В общем, красота. Здания все вот эти вот. В общем, хочу вам оставить такой немножечко, не знаю, атмосферный очень. Ну, это чайки наверху летают. Они просто так летали красиво. Их тоже поснимала. В общем, здорово. Вот. Ну, я, конечно же, хочу еще раз пожелать, поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам всего-всего самого наилучшего. Это действительно такой сказочный праздник. И именно в этот сказочный праздник должны сбываться все самые-самые сокровенные мечты. Чего я вам, конечно же, желаю. Наши зимние фонтаны немножко поснимала. Вот. И хочу, чтобы в Новом году, в 2023, все у вас было лучше, чем во все предыдущие годы. Мирного неба над головой, счастья, здоровья и всего-всего самого наилучшего. Мирного неба Мирного неба над головой, счастья, здоровья и здоровья. Мирного неба над головой, счастья, здоровья и здоровья.